Вот мы видим, можно так сказать, холодный ядерный синтез, когда обычный кислород переходит в озон. То есть кислород обогащается еще одним атомом, получается озон. Продолжаем. Я в последнее время очень сильно углубился в тему холодного ядерного синтеза и размышлял очень долго. Сопоставляя разные факты, которые я узнал из интернета на разных сайтах и очень много чего интересного я, естественно, там накопал. Почему же все-таки меня очень сильно беспокоит такой вопрос, который все тоже наверняка задают себе, почему холодный ядерный синтез запрещен? Почему этот американец, который непосредственно в Америке занимался холодным ядерным синтезом, его просто убили? Наших двух физиков, людей, ученых, академиков, одного в дурку на месяц, потом лишили всех званий и степеней, другого посадили на 8 лет, через 7 выпустят. Оказывается, был еще один такой очень интересный человек, академик Борис Васильевич Болотов. Он, естественно, занимался не только изучением физики и точных наук, он, оказывается, занимался и медициной параллельно. А посадили его за такую простую вещь, он написал книгу о бессмертии в то время. В то время это было в 83 году. Он выдвинул теорию такую, что можно человеческую жизнь продлить бесконечно долго. И вот за эти вещи его посадили в тюрьму. Но мы не об этом. И Филимоненко, и Болотов были похожи чем-то. Филимоненко тоже занимался, задавался вопросом долголетия и вечной жизни. Это можно посмотреть фильмы про Филимоненко и про Болотова. В прошлый раз я про Филимоненко говорил, сейчас мы поговорим о втором человеке, не менее легендарном, как академик Борис Болотов. И я также еще расскажу о нескольких ребятах, которые повторили реактор, сделали по чертежам и идее Болотова и создали реактор, который синтезировал из свинца золото. Вот такая вот удивительная вещь, об этом чуть позже. Начнем с академика Бориса Болотова. То есть, этот человек известен тем, что он создал за всю свою жизнь около 600 изобретений. Все их запатентовал. То есть, это необычная личность. Как говорится, некоторые его называют чуть ли не пророком. Некоторые просто завистники говорят, что он просто алхимик. Но дело в том, что можно так и сказать, что действительно алхимик. Он тоже синтезировал золото, платину и тоже занимался, как я только что сказал, медициной. Продление жизни, травы знал и так далее. Изучал, как проходит синтез, холодный синтез, который называется в учебниках фотосинтез. Как растения, поглощая углекислый газ, вырабатывают кислород. Это днем при фотосинтезе, когда кванты света, кстати, имеющие нулевую массу и нулевой заряд. Об этом мы вообще в отдельном видео поговорим, как такое может быть. Но тем не менее, воздействие на растения, кванты света вызывают такую реакцию очень интересную, когда углекислый газ превращается в кислород. Это днем, а ночью происходит обратный процесс. Поглощается кислород и выделяется углекислый газ. Никакой там вода нигде не кипит, никакой термоядерной реакции не происходит, которая выбрасывает радиацию и так далее. Происходит обычный фотосинтез. А ночью, как это называется, холодный синтез. Ночью солнце не светится, но происходит также реакция. Обратный процесс. Кислород и выделяется углекислый газ. Но мы также не об этом будем говорить. Вот когда этот академик, он изучал эти все вещи и создал, уже будучи в тюрьме, в 83-м году его посадили за вот эти вот труды, когда он сказал, что жизнь человека можно продлить бесконечно долго, его посадили в тюрьму. Так вот, он из сварочного аппарата создал реактор, будучи находясь в тюрьме, и проводя эксперименты, проводя разные опыты, он передавал образцы, те, которые там получились, своим жене, друзьям, потому что не все, как говорится, верили, особенно родственники, что его посадили по делу. Ну, а в то время посадить человека в тюрьму было легко. Достаточно на тебя кто-то укажет. Вообще, не то, что вышестоящий, любой человек укажет, что ты там, что-то занимаешься тем, что противоречит, особенно если угрожает, как говорится, благосостоянию родины, то тебя просто называли изменником родины, еще что-то, и просто сажали в тюрьму. Вопрос решался очень просто. Так вот, все-таки, за что же его посадили на самом деле? Меня натолкнула очень интересная такая мысль. Вот представьте себе, во все времена, как относились к алхимикам правительства? Они их любили, уважали, они их боялись, и при возможности их изгоняли или уничтожали, физически или еще как-то, или морально. Почему? Ну, представьте себе, что человек нашел, ну, такой, оп, создал какой-то прибор, который из ртути или из свинца создает золото. Ну, вы можете себе представить, как к этому будет относиться человеку царь в те времена, сейчас президент и так далее. Это он представляет определенную опасность, наподобие той, которую представляет фальшивомонетчик, который чеканит государственного казначейства, похожие на них, и распространяет их. Точно так же похож алхимик, только он создает настоящее золото, которое не отличишь от, ну, то есть, которое возникло природным путем. Кому нужны эти проблемы? Кому нужно, что человек будет в неограниченных количествах производить золото? Золото, во-первых, обесценницы, это раз, а во-вторых, он создает большую конкуренцию, человек становится, то есть, финансово, независимый, он начинает диктовать свои правила и условия. Вот, зачитаю небольшой такой интересный отрывочек, и его сейчас прокомментируем. Здесь речь идет об одной легенде, которая имела, как говорится, место быть, 99% что-то было действительно так, об металле, таком как алюминий. Первое упоминание о металле, который по описанию был похож на алюминий, встречается в первом веке нашей эры, у Полония Старшего. Согласно изложенной им легенде, некий мастер преподнес императору Тиберию необычный, легкий и красивый кубок из серебристого металла. Даритель сообщил, что получил новый металл из обычной глины. Очевидно, он ожидал благодарности и награды, и покровительственно, но вместо второго лишился жизни. Недальновидный правитель приказал обезглавить мастера и разрушить полностью его мастерскую, чтобы что? Предотвратить обесценивание золота и серебра. Вот и все, весь ответ, все очень просто. Таких вещей есть масса в интернете, которые можно почитать. Как обращались с людьми подобного образа, как Болотов? Зачем они нужны, эти алхимики, которые там будут создавать у себя в лаборатории, а потом массово золото, платину и так далее? Вот, пожалуйста. Вот я, можете сейчас посмотреть вот такую вот ребята. То есть здесь ребята создал, воссоздал реактор по схеме Болотова, термоядерный реактор у себя дома. Растворил перед этим разные элементы, в частности свинец и некоторые другие элементы. Поместив это все в этот реактор, начали его бомбардировать электрическим током. В конечном итоге они получили вот такие вот элементы. Можем это видеть. Здесь они показывают, какие элементы они получили в своем реакторе. Медь, железо и вот дальше они еще одну, то есть пробирку отдали на исследование. Единицы, то есть 99-х, Палаги. То есть Палаги присутствует, значит теория подтверждается, что в общем-то существует такое явление, как электронный захват, ядромный, если по мору, ну, в диагностике это называется К-захват. То есть якобы протон захватывает электрон, при этом превращается в нейтрон то есть они получили Палаги, а здесь, я не все буду показывать, как бы нет в этом необходимости. Следующую пробирку, которую они отдали на анализы, это была вот такая вот. И вот, и получилось он у них в конце, вот мы можем видеть АУ, золото, 11,81 грамм, вольфрам и так далее. То есть вольфрам взялся, они объясняют, от электрода, они использовали вольфрамовый электрод, а вот они говорят, откуда взялось золото в этой смеси, то есть что не получилось, мы золото не добавляли, то есть получается золото синтезировалось. Вот эти вот ребята фактически у себя на кухне, они, они синтезировали золото и палладий. Можете себе представить, что они даже боятся, там можно будет, кому интересно, я поставлю ссылки на это видео, и вы сами посмотрите, они даже боятся вслух произносить, что они синтезировали золото. Они говорят, Ауру, смотрите сами, то есть, так вот, этот академик Болотов, он в холодном ядерном синтезе, синтезировал и платину, и золото, и другие элементы. Вот вам, пожалуйста, современный был алхимик. В 83-м его посадили, в 90-м его выпустили, должны были в 91-м, на 8 лет ему дали тюрьмы, строгого режима. Вот такое вот происходило, происходит всегда. Есть такая, я уже говорил, есть такая комиссия по борьбе со лженаукой, философскими научных исследований и фальсификацией научных исследований. Чем они занимаются? Они занимаются тем, что, вот мы можем прочитать, чем они занимаются? Наиболее критически комиссия рассматривает псевдонаучные материалы, посвященные попыткам технического внедрения новых неизвестных полей и источников энергии, существования, которых не доказано наукой. Обратите внимание, не доказано наукой, но они не просто. Попробуйте кому-то начните доказывать. Если у вас уже стоят торсионные поля, это лженаука. Как ты можешь доказать при помощи наукой, если есть такая комиссия, которая занимается лженаукой, и она говорит, торсионные поля, это лженаука. Ты не можешь доказать. То есть получается замкнутый круг, Не можешь заниматься торсионными полями, потому что это лженаука Соответственно, как ты можешь доказать, что это научная теория Или если это уже лженаука Уже стоит клеймо Холодный ядерный синтез Антигравитация Волновой геном Биоэнергоинформатика То есть есть такой раздел, который называется телегония Я сейчас не об этом буду говорить Она тоже запрещена Комиссией по борьбе со лженаукой Возглавил ее в 2008 году Гинсберг Физик, теоретик, академик тоже Слава Богу, в 2009 он умер Но эта комиссия до сих пор работает И занимается тем, чем занималась в свое время Религиозная инквизиция Которая просто, слава Богу, пока не сжигает физиков и других Но занимается фактически тем же самым Инквизиция То есть объявляет такой-то, такой-то ученый Он говорит о торсионных полях На костер его Только костер сейчас моральный А раньше мы можем видеть Тысячами, тысячами людей Обвиняли в колдовстве Просто так, на ровном месте Если он чем-то отличался Там, допустим, красивый Или слишком образованный Допустим, знал там 10 языков Его на костер Или, как говорится, чем-то выделялся Особенно То есть в то время инквизиция Она особо не царевновалась Если ты чем-то был выдающимся Какой-то ученый красиво рисовал, что тебя на костер Ты колдун или колдунья Потом со временем это дошло до того Что казнили, даже сжигали детей От одного года до двух Пять, шесть, двенадцать лет детям Их всех на костер Они были Ну, допустим, ребенку один год Ну, можете себе представить Ребенку один год И его обвиняют в колдовстве Дошло до маразма Зачем я об этом говорю? Зачем я То есть, как бы Можно подумать, что я, как бы Сейчас не те времена Времена Ничего не поменялось А люди, как были Людьми Так и остались И Чего хотят люди? Толпа Чего хочет? Хлеба и зрелищ В то время, как говорится Гладиаторские бои были запрещены Всякие Ну, вот люди ходили Смотреть на костры инквизиции Развлекались Кричали на костер его и так далее То есть, если сейчас дать Вот этой комиссии по борьбе со лженаукой Власти Такой же, как была у инквизиторов Епископов Они будут делать то же самое И вы что думаете? Не придет на площадь толпа И не будет зевак и кричать Да-да, его на костер Будет все то же самое Ничего не поменялось Вы посмотрите Идет сейчас война В Сирии В Ливии Показывали, как один там Запрещенный организаций Такой называется ИГИЛ Они распарывают Людей Ну, солдатам Противоположной армии И едят там органы И на камеру это снимают И в Ютуб это выкладывают Вы думаете, что они Просто обычные Да, им дали власть И они сейчас там занимаются Беспределом Вы думаете, что люди особо поменялись У каждого человека живет внутри монстр И если ты ему дашь свободу Будет полный беспредел Это было Было Есть И будет И поэтому я обращаю ваше внимание Особое Обратите на этих людей Кто возглавляет эту комиссию Чем они занимаются Они занимаются тем, что тормозят научный прогресс Так же самое Как это было в те времена Не все толкут одно Что законы физики Неумолимые То есть Закон физики Допустим Закон сохранения энергии Е Равно МЦ квадрат Неизменен Беспрекословен Так же самое Законы Ньютона Не поколебим И так далее То есть Физика Прошло Я еще раз повторяю Я в предыдущих видео Еще раз говорю Прошло Сто с чем-то лет И физика Не сдвинулась Ни на один миллиметр Никаких научных открытий Не происходит Люди Задумайтесь Почему не происходит Научных открытий Потому что Есть научная инквизиция Которая работала Не так официально Как сейчас Работает И будет работать И будет Уничтожать Карать Все тех Кто Занимается Не том Что Как говорится Было придумано Сотни лет назад И все Они успокоились Все Каждый ученый Занимается тем Что он беспокоится Только о своей диссертации Которую он написал Ее нужно защитить Получить деньги Получить кресло Ученую степень Преподавать в университете И получать за это деньги Лишь только немногие Находятся патриоты Как говорится С своей честью и совести Которые идут против инквизиции Начинают показывать Что есть и другой путь Есть другое мнение Есть торсионные поля Есть холодный ядерный синтез Есть неизвестные науки До сих пор Другие виды энергии Которые надо изучать А не запрещать их изучать Почему запрещают их изучать? Пишите мнение свое Комментарии Потому что Прошлым набежали там Всякие Как говорится Нехорошие люди Которые начали Верещать Что вот Ты тут всякую ересь Рассказываешь Я не ересь рассказываю Я говорю о том Что думайте люди Думайте И есть и другое мнение Которое не всегда Совпадает с Общественным мнением Библейской науки Ну вот и все Всем всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok